Дарья Сергеевна Соловьева Дарья Сергеевна, здравствуйте! Подполковник внутренней службы Инна Владимировна, здравствуйте! Добрый день! И Ирина Борисовна Воронцова, ветеран уголовно-исполнительной системы, полковник внутренней службы Инна Борисовна, здравствуйте! Здравствуйте! У нас подполковники, и вы как старшую звену, да, полковник? Да, в отставке. Но, тем не менее, да, наверное, как бывших разведчиков не бывает, да, так и бывших полковников, подполковников не бывает. Ни в коем случае. Да, уважаемые друзья, вы, наверное, по составу наших экспертов поняли, что сегодня мы будем говорить об уголовно-исполнительной системе. И первый, конечно же, вопрос. Многие считают, что в этой системе, на этой службе работают исключительно брутальные такие мужчины, да, которые и поругаться могут хорошо, и в случае чего в глаз дать, да, и вдруг такие красивые женщины, да. Вопрос, как работают с женщинами на службе, да, и как относятся мужчины, наверное, к вам? Ну, с кого начнем, Ирина Борисовна? По старшинству. Ну, я начала свою службу в уголовно-исполнительной системе сначала работу, а потом службу в 1981 году. То есть это уже одна большая жизнь прошла. Когда я начинала работать в должности аттестованных, офицеров, было очень мало женщин. То есть в основном были мужчины? В основном были мужчины. Но в определенный период времени, это распад Советского Союза, вот такие кризисные явления, и зарплата, к сожалению, в нашей системе была невысока. И мужчин на эти должности было найти крайне сложно. Они выбирали, чтобы было подороже? Естественно, потому что семью нужно кормить, и независимо от того, как говорится, какие у нас есть льготы, преференции, там, выслуга и прочее, обслуживание медицинское. Все равно они выбирали другое. И поэтому на службу принимали очень много женщин. Сколько вам лет было, когда вы пришли на службу? Мне было 19 лет. Ну, я работала вольно-наемной машинисткой, так скажем, к несению службы я имела такое опосредованное отношение. Но могу сказать одно, что вот насчет брутальных, суровых, которые глаз дадут, я пришла, и взаимоотношения у нас коллектив были великолепны. Я до сих пор помню тех начальников, которые руководили у нас. Это Роберт Ильич Анисимов, ветеран войны. Он к службе относился. Для него это был дом родной. Если это был будний день, работа, он приходил всегда к половине шестого. И уходил самым последним. Уходил самым последним, а это было где-то часов в восемь. Но не заставлял никого точно так не поставить? Нет, нет, абсолютно. Наоборот, когда он в отпуске приходил где-то часам к десяти и уходил в пять, он получил от начальника управления, так скажем, устный выговор и запрет появляться на работе. Но это была его жизнь. И насколько сложные были условия, это просто было не передать. Когда я там работала, численность осужденных, подозреваемых, обвиняемых была порядка трех с половиной тысяч. Это были вообще страшные времена. Это сейчас, это мы говорим сейчас, вот недавняя коллегия у вас была. А сейчас? Говорили, что резко сократилось количество осужденных, подследственных. Это говорит о гуманизации общества. Конечно, все меняется. Все меняется. И меняется наша система. Сейчас больше приходит молодых ребят. Но, тем не менее, женщины, они всегда присутствуют в нашей службе. Ну, если бы тогда не понравилось, если бы не поддержали, не выбрали бы для себя эту службу и не доросли бы до полковника. Да нет, конечно. Но одно я могу сказать, конечно, никто с пеленок, никто со школы не мечтает стать сотрудником тюремной системы. Это было бы смешно. Но, тем не менее, когда приходит наш коллектив, не приживаются только, так скажем, люди, которые стремятся сделать карьеру, заработать огромные деньги или какие-нибудь подлой душой. Ну, кстати, уважаемые друзья, я хочу сказать, что уже очень много лет я бок о бок с системой и наблюдаю, какая атмосфера действительно семьи царит у вас. Насколько, как встречают, вот раньше встречали, теперь же командировки как бы не ездят, да, ваш отряд, отдел специального назначения. Раньше встречали духовым оркестром, родственников, всех усадят за стол, всех обогреют, доброе слово найдут каждому. И так ведь каждый праздник, да? Да, совершенно верно. Да, все мероприятия так проводятся. Кстати, март месяц, он не только женским днем, да, характерен между первым весенним праздником, но и ваш профессиональный праздник, 141-я годовщина, да, образование системы. Конечно, как поздравляют вас, какие-то традиции существуют, ну и потом поговорим, как вы поздравляете тех, кто находится за колючей проволокой неволи. У нас одна исправительная колония для женщин, это номер 5, Вышний Волочок. Ну, поговорим об этом отдельно. Ну, давайте о праздниках. Инна Владимировна, может быть, вы несколько слов. О праздниках. Я в то время проживала в городе Вышний Волочок, Тверской области, и волею судьбы устроилась на службу начальником отряда. Вот, в пятую, как раз, колонию. Да, в пятую колонию. То есть моя служба началась именно с пятой колонии. Работа с осужденными. Годы сложные, это конец 90-х годов, естественно, он был актуален для всех в России, то есть это и задержка заработной платы. И сложные условия, и там, так скажем, проживание для некоторых сотрудников. Но все-таки мы эти годы все пережили, и вот правильно Ирина Борисовна сказала, что в нашей системе выживают сильнейшие, которые и силам духа, и силам воли, то есть вот эти характерные волевые качества, они развиты и у женской половины сотрудников, и у мужской половины. То есть у нас остаются самые-самые достойные и самые сильные духом. Вот, а служба моя начиналась, так скажем, хоть и в сложное время, но все-таки работа была интересная, служба интересная. Начальник отряда — это мини-начальник колонии, он отвечает за все. В отряде сколько в основном? В отряде по законодательству в то время должно было быть 50 человек, но их была довольно-таки перенасыщенность наших исправительных учреждений в то время очень была. То есть Ирина Борисовна уже вот озвучила цифры. Причем это, да, на самом деле нужно следить буквально, быть в курсе всего. Это же круглосуточное несение службы. Да, ненормированный рабочий день, то есть можно было быть и вечером на работе, нужно было и утром, и в ночное время могли поднять, то есть если какие-то чрезвычайные ситуации, то есть, например, болезнь осужденной. Вот в моей практике был такой случай, когда осужденная отказывалась от обычной операции, это удаление аппендицита. Ну там по каким-то, по религиозным мотивам или нет? Нет, нет, она боялась. Просто боялась. Взрослая женщина и боялась. Кстати, в пятой колонии в женской работают мужчины? Да. То есть у вас такой смешанный коллектив, это не только женщины, там работы хватит всем. Работы хватит всем. Но в настоящее время несут службу у нас 94 женщины и 60 мужчин. Это из аттестованных сотрудников. Гражданского персонала у нас тоже женщин значительно больше, там порядка 48 женщин и 26 мужчин. Какие-то профессиональные качества особо нужны, кроме, как Инна Владимировна сказала, силы воли, силы духа? Каким-то образом отбираются, естественно? Психологам нужно быть хорошим, нужно быть хорошим психологом. Вот молоденькая девочка пришла, сколько было? Я не молоденькая, 25 лет уже. Рома, 25 лет. Нет, а возраст осужденных, которые были в вашем отряде? Тогда были неоднократно судимые. Тогда были неоднократно судимые. И руководить, вот как-то организовывается этот коллектив, когда там и до 60, и до 70 лет. И все равно, как мама родная. Уважаемые друзья, мы прервемся сейчас на небольшую рекламу, буквально несколько минут, и мы вновь вернемся в эту студию. Разговор очень интересный. Не переключайтесь. Вновь здравствуйте, уважаемые друзья. Тема дня по-прежнему в эфире. Сегодня говорим о работе прекрасной половины человечества в такой службе, как УФСИН России по Тверской области. Места лишения свободы. Татьяна Николаевна, ваш опыт, чему научил, как вы доросли до подполковника, с чего начинали? Это мы научились, что я доросла до подполковника. Я также начинала, как Инна Владимировна, ЭК номер 5, город Вышний Волочок. Тоже в пятой колонии. Тоже в пятой колонии. Это как позиция кадров получается, да, для женщин? Да, это как для женщин, да, абсолютно верно. Ну, начинала я с младших инспекторов отдела безопасности. Тогда мы еще приходили, еще тогда у нас была зеленая форма одежды, как мы называем ее оливковая. Ну, она же долго, да, была, девочки, довольно-таки, да? Вы на синюю перешли сравнительно недавно. Ну, в 2007 году мы перешли на синюю форму одежды, а до этого мы ходили в такой форме одежды. Потом, через год, меня заметили, я также стала начальником отряда. Вот, отряд у меня был очень большой, у меня было 130 человек. Ничего себе отряд. У меня было две швейные бригады, у меня было, которые работали в первую и во вторую смену. Но, когда осужденные называли, наши мамы идут. То есть, мамами, да, именно, вы как функция семьи, да, функция матери? Да, выполняли. Потому что приходилось и, как уже говорили здесь, и кому 18 лет беседовать, и кому за 70, такие же тоже были женщины. Да, 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 такие и есть, да. Вот некоторые думают, что, может быть, там старше 60 не отбывают наказание, вовсе нет. Нет. Ну, я хочу еще остановиться на отделах безопасности и режима, потому что у нас практически 25% женщин работают в данных отделах. Конечно, эта работа в основном мужская, но мы за исключением, может быть, пятой колонии, потому что там все-таки это женская колония. Но наши девушки, женщины, милые женщины, которых я поздравляю с прошедшим праздником, 8 марта, работают у нас операторами постов видеонаблюдения. Это тоже очень важная задача, потому что посредством видеонаблюдения мы выявляем нарушения, предотвращаем эти нарушения. Ну и, конечно, большинство женщин у нас работает, это по проведению свиданий длительных и краткосрочных, а также по выдаче посылок, передаче бандеролей. Потому что они тоже для родственников, лиц, которые пребывают на данном мероприятии, являются душой, потому что все-таки принимают, встречают. Конечно, это же первый человек, которого они видят. Да, это первый человек, которого они видят. Потому что наши женщины объясняют, что можно, что нельзя, как себя нужно вести. И, конечно, большая роль наших женщин, которые работают в посылках, передачи, это изъятие запрещенных предметов. Кстати, много передают, стараются? В последнее время, хочу сказать, в связи с ожесточением Кодекса административных правонарушений, стали меньше передавать запрещенных предметов. Но до этого, да, очень много было запрещенных предметов. Запрещены, что вот, если вот так, ну не все перечислить, вот что? Ну, у нас это средства сотовой связи, спиртные напитки, наркотические средства, это основное, что у нас запрещено. И куда-то стараются подкладывать, чтобы авось не заметили? У нас в основном, да. Какая изобретательность? Изобретательность у нас в консервы. В консервы? Да. А как же потом закрывать? А, или банки, которые... У нас был такой случай, и в одном из учреждений даже не смогли догадаться, консервы были закатаны как под производственную банку. А, ну что сейчас, техника существует, да? Да. И там находился запрещенный... И там находились средства мобильной связи. Ого-го. У нас очень много наркотических средств изымается при попытке доставки в чай, особенно которая идет россыпью, и в сигаретах. А, ну то есть даже конфеты, я помню, кому-то передавала. Да. А потом родственники удивляются, почему все конфеты разворачивают. Конфеты развертывают, да? И прям заворачивают фантики, получается? Прямо, да, фантики. А, и сигареты прям засовывают, да? Сигареты засовывают, бывает конфеты разламывают туда, засовывают запрещенные предметы, потом путем нагревания опять швы это замазывают, заворачивают в обертку и передают. А как же это, визуально или приходится вот все буквально прощупать? Вы понимаете, и визуально, и прощупать, и самое главное, опыт, и интуиция. Ну это как у сотрудников ГАИ, которые уже знают, вероника, за рулем пьяный, да? Да даже не там, сколько ГАИ, а там, а таможня. Вот если человек подошел, он начинает нервничать. Нервничать, да, глаза бегают, ведут себя как-нибудь. По поведению человека, который принесла. Да, язык тела, это все. Ну, физиогномика. Они у нас очень хорошие психологи. Это, слушайте, я сразу вспоминаю то, как помните, где у нас у Горького проносился что-то, или так принято было в художественных фильмах, как-то, хлеб. Хлеб, там, напильник или еще что-то такое, с помощью этого средства для побега, да? Ну это художественные фильмы. Ну да, ну да. Так что вот, да, такая у нас служба. А, кстати, вот в пятой колонии у нас как сейчас запрещенными предметами изымается что-то? Вот женщинам проносят то же самое, или это характерно больше для мужских колоний? Я, наверное, за Дару Сергеевну могу ответить. Это, наверное, больше характерно сейчас для мужских колоний. Для женской колонии, особенно вот ЭКО номер пять, этого же практически у нас нет. Законопослушные. Законопослушные. Или уже просто родственников приучили. И родственников приучили, и законопослушные. И за все годы вообще в женской колонии это были единичные случаи. Что сотовые телефоны, там, приспособления сотовой связи. Ну, даже если что-то изымается в этих комнатах свиданий и передач, обязательно развешивается информация, что вот такое-то, такое-то изъяты, такие-то предметы, она или он привлечены к административной ответственности. А кому передается, тоже привлекается человек? Как правило, да. Привлекается, да, не только тот, кто передает, да? Да. И родственники знают, они знают, что можно. Раз уж передают, значит, они знают, где искать этот предмет. Наверное, они просили, а не просто родственник изъявил желание взять и передать запрещенный предмет. На-ка тебе позвоните. Притом уже у нас все родственники и лица, которые осуждены, изъявили желание, чтобы мы сообщили о том, где они отбывают наказание, посылается перечень запрещенных предметов. То есть все в курсе? Все в курсе, все в курсе. Дарья Сергеевна, в вашу очередь сказать, каким образом в системе оказались? В апреле 2002 года. Вот, наверное, среди наших гостей. Самая молодая. Да, самая молодая. Да, в апреле... Что подвигло? Это было очень престижно. Это было очень престижно прийти на службу в уголовно-исполнительную систему. Вот смотрите, да, вот насколько тогда, когда вы приходили, да, это было сложно и зарплата была маленькая. А теперь 2000-е годы пошли уже престижно. Очень было трудно устроиться на службу, потому что не было вакансий. Не было вакансий. И вот мне посчастливилось. Я прошла комиссию, меня приняли на службу. С кого начинали? И по такому счастливому совпадению я принимала отряд у Инны Владимировны. Даже в одном отряде, получается, да? Я перевозилась сюда, в Тверь, из Вышнего Волочка. Дарья Сергеевна пришла на мой отряд, да, на мою должность. Отряд. Мышленником отряда. Отряд был один из лучших отрядов. Там была хорошая дисциплина. Санитария, ну, наверное, в пятой колонии санитария женщины всегда на достойном уровне. И всегда чисто, вот сколько я была там, причем там отмывают, что, наверное, сейчас, особенно актуально в связи с бушующим в мире коронавирусом, потому что нельзя не задать этот вопрос, как женщины и мужчины, которые отбивают наказание, все под контролем? Под контролем, все профилактические меры приняты, поэтому нам беспокоиться не о чем. Так, и Вы приняли отряд. Как Вас сразу, кстати, женщины сразу принимают? Вот, что новый человек, новая мама. Женщины очень остороженно принимают. Им очень тяжело, естественно, отпустить своего начальника отряда, который, он стал родным человеком, которому можно довериться, с которым можно посоветоваться. А советуются? Да. По ситуации в семье, да? Да. Очень. Начальник отряда – это главный советчик, так скажем, вообще во всей колонии. Из всех сотрудников, из всех отделов, то есть и отдел безопасности, и оперативный отдел, и производственный отдел. То есть начальник отряда – это вот полностью заменяет все. И быт, и работу, и учебу, потому что женщины также и обучаются, и школы есть. Да, 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 да. Вот как раз я хотела об этом спросить, но об этом несколько впереди разговор. То есть приняли вас? Не сразу, но приняли? Не сразу. Как-то приходилось вот что-то вот, как-то вот доказывать, что вот я тоже могу? Или как? Как подход находить к ним? Ведь все же разные. Подход, наверное, находить можно ко всем абсолютно одинаково. Тут главное, чтобы была принципиальность. Если сказала одно, то уже нельзя на попятную, да? Вот именно так? Или как? Ну, конечно. Если ты пообещал, сказал, что я, например, узнаю, посмотрю в личном деле, вот там какие-то моменты, когда подходит срок УДО, и не выполнил то, что пообещал, конечно, это, как у любого человека, остается определенная осадок и впечатление. Своё слово нужно держать. Своё слово нужно держать. Требовательность, безусловно. Ну и, конечно, терпение и уважительное отношение к человеку, независимо от того, в какой ситуации он сейчас находится. Вот, кстати, да, ведь многие говорят, как можно в этих людях видеть, прежде всего, человека, да? Как раз, это самое главное. Это самое ошибочное мнение, что там сидят не люди. Вот я даже знаю, что были примеры, я разговаривала с начальниками справедственных колоний, говорила, мы даже иной раз не смотрим лишний раз личное дело, вот чтобы вот... Не сложилось предубеждение. Не сложилось предубеждение против того, какое преступление совершил этот человек. Кстати, женщины за что сидят в основном? Большая... Вот я не так давно мониторила, смотрела по качественному составу наших осужденных. Большая часть это приобретение, употребление, продажа, попытка продажи наркотических. Наркотики. Легкий заработок. То есть, это весьма. Да. И, конечно, это убийство. Убийство часто по неосторожности, да? После этого. Это ссоры бытовые, да? Это бытовые, зачастую это в состоянии алкогольного опьянения. Это какие-то, может быть, ревностные чувства, которые взыграли. И, опять же, чаще в состоянии алкогольного опьянения. Ну, вот как-то вы видите, как женщины меняются, находясь в исправительной колонии? Что что-то вот в лучшую сторону сдвигается. В сущности вы для этого и работаете, наверное, да? Ну, вообще, корректировка поведения и правопослушного поведения и видение уже другой жизни, нормальной жизни после своего освобождения, конечно, присутствует. Но это именно корректировка. Исправить уже взрослого человека полностью это невозможно. Ну, как говорится, в семье бесполезно друг друга, да? Перевоспитывать, когда уже два состоявшихся человека. Тут уже надо как-то приспосабливаться. Это уже было в детстве, родителями или другими какими-то вот... В коллективе общества, в котором он уже был. Школа. Да. Но понимание того, что это могло быть все иначе, да, если бы не тут же алкоголь, допустим. Безусловно. Они многие потом осознают, когда попадают в наше учреждение, они осознают о том, что... Это все равно, что проснуться после тяжкого похмелья и через месяц ты поняла, а зачем вообще я пью? Зачем, да. Это именно так. Да, конечно. Но зачастую после освобождения все равно меняется опять и круг общения у некоторых. Многие, конечно, можно сказать, встают на путь исправления и после освобождения ведут нормальный образ жизни и уже к нам не возвращаются. Но возвращенок вот именно и в женской колонии, и в мужской... Прецедивы присутствуют. Очень много. Много, да? Очень много, да. И, естественно, это все зависит от самого человека и от его окружения. То есть он после освобождения возвращается... Он возвращается в ту же среду. Да, в ту же среду. Всем же друзьям. Да. Кстати, я знаю, что бывают, попадают в колонию люди, которые не имеют даже среднего образования. Да, в школе приходится доучиваться. А начального, по-моему, в пятой колонии? Да, мы единственное учреждение, в котором начальная школа. То есть у нас вечерняя школа. У нас осужденные учатся в две смены, потому что у нас все осужденные, кроме тех, кто старше 50 лет, женщин и инвалидов первой и второй группы, они все трудоустроены. Так это вообще мечта, да? То, что мы говорим о мужских колониях. Трудоустроиться по возможности максимум осужденных. К сожалению, не хватает объемов, не хватает заказов. А здесь у вас все трудоустроенные. Все абсолютно трудоустроенные. Поэтому школа у нас работает две смены для того, чтобы можно было учебный процесс обеспечить для всех осужденных. 104 у нас осужденные обучаются в настоящее время, начиная с первого класса. И даже первый класс. И даже первый класс. Азбуки, веди. Не знают грамоты. Не знают грамоты. Не умеют писать, не умеют читать, не умеют считать. Ну, это, наверное, цыганская национальность. Это, наверное, цыганская национальность, да? Чаще всего. Чаще всего. Но с огромным удовольствием, с огромной благодарностью к учителям. Отношение очень хорошее. Как пед-коллектива, так и самих осужденных. Женщины хотят учиться. И очень стараются. Как вы тогда показывали, помните, 20-30-е годы фильм «Учитель». С таким рвением в глазах, с сиянием смотрели на учителя. И классы, наверное, небольшие, да? Каждому можно донести. Каждому можно донести. И более того, проходят открытые уроки, на которых присутствуют также и начальники отряда, которые могут посмотреть, как осужденные работают, и что они научились. И также в прошлом году у нас прошел конкурс «Учитель года», в котором принимали участие и наши педагоги вечерней школы. Заняли первое место. Именно ваше? Именно учитель начальных классов. Так вообще, к педагогам, наверное, особый спрос в исправительных учреждениях. Это тоже надо в чем-то себя преодолеть. Человек, который не носит погоны, он перешагивает. Вообще, он заходит в другое государство, к другим людям, их надо научить, им нужно что-то вложить. И получают аттестаты? И получают аттестаты. Даже они с отличием получают аттестаты. А это потом как-то сказывается, да? Это все идет в плюс. То, что женщина, допустим, учится, то, что она работает, это все идет в возможность условно-досрочного. Это отражается в характеристике, конечно, на это учитывается. А высшее образование есть желающие получать вообще возможность? У нас, по-моему, какое-то время было... В мужских колониях дистанционно обучаются. В нашей колонии одна осужденная обучается, получает высшее образование. Ну, то есть это по желанию. То есть остальные не хотят или нет возможности такой? Это по желанию. Это все зависит от того... Ну, это же платно. Это платно. А, это платно. Смогут ли родственники, либо самоосужденные платить обучение? Смогут и захотят ли. Ну, возможность выучиться, выучить предмет, издать экзамен есть, да? Точно так же посидеть. Разная работает библиотека. Можно, наверное, заказать, посмотреть по специальности. У нас электронные книги разрешены. Электронные? Да. Уже библиотека перешла на электронные книги? Нет, я имею в виду осужденные библиотеки, да, также имеются электронные книги, которые осужденные могут пользоваться, скачиваются туда программы и те книги, которые нужны по получению образования. Это уже все доступно. А работа, работа, вы работаете как профессиональное образование, в смысле получить ПТУ, где востребованы на воле специальности? Вы знаете, ни одна осужденная и ни один осужденный в настоящее время из нашей системы без профессии не уходит. В нашей колонии это специальность швея, это портной, повар. То есть это те профессии, которые действительно востребованы. Я знаю, что сейчас и жители региона Тверского, те, которые на свободе, хочется сказать, могут приобрести полуфабрикаты, которые производятся в пятой колонии. Существует столовая, и там очень вкусные вещи, тоже все делают сами осужденные женщины. И вы налаживаете производство, и во всяком случае здорово, но раз в наших магазинах такого не купить. При колонии есть магазин, где эта продукция вся с широким спектром для всех жителей близлежащих районов, вот в Вышнем Лачке. Все продается. Выезжаем на ярмарки. Цены вполне конкурентные. Да, да, да. Вот многие говорят, уважаемые женщины, зачем вообще осужденных нужно перевоспитывать? Тем более, что сейчас, как вот мы говорим, да, пожалуйста, хочешь концерт? Они устраивают и концерты, они проводят КВН. Что касается женщин, у них дни колонии, да, во всех, что мы видим, сплошные развлекательные мероприятия, да, а сколько спортивных соревнований. Женская колония, очень памятна, Северная Венеция, да, конкурсы. Вот давайте поговорим вот об этом. На Ваш взгляд, что мы можем сказать тем, кто говорит, вот совершил преступление, будь добр, сиди и не рыпайся. Ну, с кого начнем? Ну, они совершенно не правы. По одной простой причине, что вот в быту мы работаем, мы отдыхаем, мы ходим в кино, в театры. По большому счету, мне кажется, мы даже бы вели какую-то общественную работу, если бы у нас была такая возможность. Но, к сожалению, вот у нас ее практически нет. А там сполна они получают возможность реализовать свои способности. На что, может быть, в нормальной жизни не хватало времени? Естественно, естественно, может быть, раскрыться. И среда была другая. Конечно, и может быть, раскрыться. Кто-то хорошо поет, кто-то танцует, кто-то рисует, кто-то шьет, кто-то еще что-то. Кто вообще хорош лицом и статен фигурой. Поэтому нужно показать другую оборотную сторону жизни. Какой она может быть, если парами алкоголя, наркотиками все это не забивать и не жить, как в дурном тумане. Люди должны проснуться. Дарья Сергеевна, Северная Венеция, ведь этот конкурс одно время он как бы был прекращен и снова возобновлен, да? Да, вот уже как второй год у нас возобновлен конкурс Мисс Северная Венеция в преддверии 8 марта. Мы его проводим. Замечательно прошел в этом году конкурс. Очаровательные победительницы. Столько много было вложено души, силы. А платья шьют? А платья как? Сами шьют? И сами шьют, и переделывают, и создают какие-то индивидуальные интересные образы. Безусловно, женщина, она в любом месте остается женщиной, ей хочется быть красивой. Это вот такая вот удивительная возможность себя проявить. И правильно, как сказала Ирина Борисовна, что многие, наверное, женщины даже не подозревали о каких-то талантах, которые у них внутри там сидели. Кто-то начинает петь, кто-то начинает танцевать, у кого-то спортивные достижения, стихи писать, песни, музыку. Есть такая возможность. Кто-то вспоминает, что он когда-то в детстве рисовал и неплохо рисовал. Когда-то в детстве. Когда-то в детстве. И раскрываются именно вот в исправительной колонии. И для них даже эта новость радостная бывает так. Были такие случаи, когда женщина сказала, я же ведь когда-то рисовала, давайте я попробую нарисовать портрет. И нарисовала. Вы знаете, портрет был вот... Один в один. Да, один в один. Мой портрет нарисовали. Вы понимаете, это для нее была такая радостная ночь, что она все-таки умеет. Что-то осталось. Времени на свободе не было для этого. А как они гордятся, когда они все свои вот эти вот достижения показывают своим родным. Особенно на день колонии. Детям. Вы понимаете, они так готовятся, они так переживают. И когда их близкие заходят на территорию исправительного учреждения, когда они видят, что их дочь, мать, сестра совсем другая, не такая, какая она была до места лишения свободы. И надежда также у родственников изникает, появляется о том, что все-таки можно жить. Хорошо жить, по-другому жить. Да, надежда, которая возможно воплотиться в жизнь. Да, они этот же талант не оставят. За стеной неволи. Вот за мою бытность, когда я работала начальником отряда, когда уходили осужденные, мне приходило, наверное, Инна Владимировна тоже очень много писем со словами благодарности, что именно наша работа не прошла даром. Многие вышли замуж, родили детей, воспитывают их, дети уже пошли учиться. Многие забрали из детских домов детей после освобождения. Просто вот совершенно перевернуло судьбу человека, да? Да. И нам тоже радостно после прочтения таких писем, конечно, что мы все-таки внесли в их жизнь свою какую-то лепту, да, и именно положительного характера. У меня тоже дома огромные пачки этих письм, я их храню. Ну, девочки, о том же самом дне колонии, это ведь возможность встретиться с близкими, да? Да. Свидания, в том числе с детьми, ведь никто не отменял, это все разрешено. Безусловно. Предоставляются именно в день колонии. Чаепитие совместные. Да, совместные. И тем более, я знаю, просто, да, выпечка, мы говорили о полуфабрикатах, как пекут шикарно, да? Ведь кафе сейчас же, ведь при каждой исправительной колонии есть кафе, где люди, которые не нарушают режим, да? Ассортимент, ассортимент именно там, могут даже и мороженое, и кофе попить, да? Если ты законопослушен, да? Там не нарушаешь режим. Да, да, да. Положительно характеризующиеся, именно вот им предоставляется такое право. Вот Дарья Сергеевна молчит, а в том году, да, в пятой колонии проводился День колонии, и у них, наверное, единственное учреждение, именно в пятой колонии был поставлен спектакль, где мамы с детьми этот спектакль смотрели вместе. Понимаете, час провести и посмотреть со своим ребенком. Ну вот вы уже то, что сейчас сказали, это уже, это уже жизнь не зря, да, ваше прожитое. Это работа во благо людям. Ну и потом я хочу сказать, вот здесь в основном говорили о женских колониях. Вот Татьяна Николаевна, наверное, меня поддержит, что, конечно, женская колония на фоне мужских, она смотрится намного привлекательнее. Даже и, уже говоря о том, что отношение сотрудников к осужденным, я, когда первый раз приехала в колонию, в пятую, меня удивило, приятно поразило, как называют этих осужденных, дамочки. Дамочки? Дамочки. Это кто? Наши дамочки. Это сотрудники. Сотрудники называют осужденных, да? Да, то есть не грубо, не унизительно. Я проехала много раз по женским, и по мужским колониям. Конечно, у мужчин все намного суровее. Конечно. Больше, наверное, я думаю, что и нарушений, и перебросы, и все, Ирина Борисовна, вам ли не знать, да, вы работали по правам человека, они одногодно бывали с проверками. Ну да, я начинаю, ну практически сколько? С 2006-го. С 2007-го по 2017-й. Я 10 лет занимала должность помощника начальника управления по соблюдению прав человека. Очень тесно работала с общественной наблюдательной комиссией. Вот, кстати, звонков в студию не было, но я хочу просто обратить внимание, что есть такая структура, как общественная наблюдательная комиссия. Да, 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 кто еще не знает. Если вы считаете, что права ваших родственников нарушены, или осужденные считают, что их права нарушены, они могут обращаться в эту комиссию. Можно писать улица Советская, дом 33, там офис, по-моему, вот сейчас вот по памяти я не скажу. Ну я понял, мы там дежурили, да, раз в неделю. Есть электронный адрес, очень простой. И, кстати, никто не имеет права изымать ваши письма и запрещать ОНК писать. Не то, что изымать, и читать. И читать эти письма. Это закрытое, да. Это к тому, Ирина Борисовна, что некоторые говорят, вот мне сегодня был, кстати, звонок по старой памяти, я уже с этого года не вхожу в состав ОНК, но еще звонят люди, что типа, ой, рука руку моет, они друг друга прикроют, там на поверхность правда не вылезет. Я просто знаю, что это не так. Ну, я хочу сказать, что в любом случае везде присутствует человеческий фактор. Возможно, что-то и бывает, но в любом случае, но цель-то какая? Цель – восстановить нарушенное право. Не то, что там кого-то наказать, уволить, привлечь и прочее, а восстановить нарушенное право. И вот на телефон помощника очень много звонят родственников, и иной раз просто вот им достаточно того, чтобы их выслушали. И объяснить. Да, очень часто я разговаривала И объяснить. Вот буквально недавно звонила женщина, вот его там за нарушение формы одежды его там наказали, выдворили в штрафной изолятор, прочее, прочее. И я вот, так скажем, сопоставляю. Ну, он там всего-то нарушил что-то такое, я не буду комментировать, что... Но он же нарушил. Вот, да, там не бывает. Мелочей не бывает. Мелочей не бывает. Не бывает мелочей. Кажется, что вот ты, если дома ты встал, да можешь не заправить кровать, то в колонии это не пройдет. Навыки правопослушного поведения начинаются вот именно с таких мелочей. Это уже на самом деле это другое государство, где действуют наши российские законы. Да. Тем не менее. Конечно. Вот мы сейчас говорим о... И еще раз скажем, пишите, звоните, ведь это открытая структура. Естественно. Несмотря на то, что она закрыта. Председатель Поломарчук Владимир Михайлович очень уважаемый человек. Когда-то работал прокурором, он как раз курировал эту систему. Но, правда, с тех пор прошло уже больше 20 лет, я так полагаю, как он уже не работает в этой системе. Но, тем не менее, принципиальность и, так скажем, ну, может, грубо немножко, въедливость вот в этих вопросах, она никуда не ушла. И я знаю, что сотрудники прокуратуры часто бывают на проверках и уполномоченные по правам человека. То есть, вы работаете сообща. Конечно. Вопрос в другом еще, в воспитании молодого поколения. Потому что, вот, вы перечислили, не хватает времени, да, порой раз сходить в театр, на концерт, в кафе, да, а еще хватает времени заниматься с подростками ради того, чтобы потом пришли к вам на службу? Ну, наверное, я соглашусь с вами, Ирина. Действительно, у нас есть профильный класс юстиции в средней школе города Твери номер 16, так называемая Тверская кадетская рота, где несколько профилей, в том числе класс юстиции. С ним мы начали работать с 2002 года, когда было принято решение управлением юстиции Тверской области о создании именно вот класса юстиции. Взяли под свой патронаж, и вся эта работа у нас заключалась в начале только в том, что дети посещали наши мероприятия, проводимые в нашем управлении, и уроков элективного курса по уголовно-исполнительному праву. То есть, мы делали такой поверхностный экскурс, а деятельность уголовно-исполнительной системы, законодательством, положением масс-службе в то время, еще старое было положение, и, естественно, профориентационные мероприятия для того, чтобы в будущем, уже после окончания школы, они поступали в наши ведомственные вузы. Но, естественно, эта работа намного уже расширилась, план расширился до военно-спортивных мероприятий, военно-патриотической направленности. И уже сейчас мы с этим классом работаем, так скажем, бок о бок и проводим различные планы мероприятия, начиная с настольного тенниса памяти первого командира нашего спецназа Рысь Владимира Евгеньевича Олисова, то есть, принимает команда кадетская именно в этом турнире, и заканчивая вот уже такими большими военно-спортивными играми ко Дню России, то есть, к 12 июня проводятся эти военно-спортивные игры уже со всей Тверской кадетской ротой, то есть, все профили Тверской кадетской роты между собой соревнуются выносливости, силе, и для них каждый год мы меняем различные вот, так скажем, этапы этого конкурса. Но, кстати, я хочу сказать, что именно в Динтих вновь возродилось имя одного из начальников в Синроссии. Только-только хотела сказать. Александра Михайловича, редкого человека, который возглавлял сколько лет? 14 лет он возглавлял, да, УФСИН? Да. 14 лет. Да, ведь недавно, в прошлом году, да, было принято решение, причем это, так скажем, предложение поступило от нашего заслуженного сотрудника, ветерана уголовно-исполнительной системы, от Смелковского Евгения Георгиевича. Доброго ему здоровья. Да, доброго здоровья ему. Вот, и, который возглавляет Совет ветеранов УФСИН России по Тверской области, и он предложил присвоить классу юстиции имя Александра Михайловича Савихина. И это решение воплотилось в жизнь приказом начальника управления по согласованию с определенными структурами. Это имя было присвоено. с его вдовой тоже. Да, Вера Николаевна одобрила это решение. И даже было вручено красивое знамя. Знамя. Да. И теперь, ребята, я знаю, на всех концертах, на всех мероприятиях, они на недавнем торжестве, они были у вас. Неразлучно с этим знаменем. Кто может поступить, тоже набор какой-то существует, когда начинается набор, уже по весне? Да, сейчас уже продолжается набор. Продолжается. Начался он уже еще в прошлом году, и с февраля месяца уже кандидаты на учебу, то есть это 11 класс, выпускники наших школ, области, проходят военно-врачебную комиссию для того, чтобы поступить в наши ведомственные вузы. Мы сейчас говорим относительно ведомственные вузы, относительно детей, а взрослые, кто требуется сейчас для работы в системе? На службу требуются молодые люди, отслужившие вооруженных силах. В армии, это обязательно? Обязательно. Это, да, как главное условие при службе. Здоровые. При службе. Да, здоровые. Безвредные, при здоровые, но еще психологически устойчивые, да? Да, 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 да. Они проходят военно-врачебную комиссию и довольно-таки сложно, но, опять же, повторяемся, что самые сильные, самые выносливые, самые здоровые, они, естественно, служат нашей системе. Ну, попробовать себя надо, да? Если, допустим, ты в чем-то не уверен, надо прийти и, может быть, пройдешь. Пользуясь случаем, вот я приглашаю и наших выпускников 11 классов и всех желающих, кто хочет служить в уголовно-исполнительной системе, приходите и обращайтесь по телефону 332-487. Льготные системы работают, то есть там как идет год за полтора, да, то есть это есть возможность пораньше и дослужиться до хорошего звания и пойти на заслуженный отдых, да? Да, да, да. Ну, и потом я хочу сказать, все-таки служба, она дает определенные преимущества. Это не тот индивидуальный предприниматель или директор ООО, который тебе сегодня положил 50 тысяч, а завтра не заплатил ничего. То есть здесь социальные гарантии, санатории, медицинское обеспечение. В любом случае то, что положено, ты получишь всегда без обмана. И люди, с которыми придется работать, можно работать, вот говорят женщины. Ну, а почему нельзя? Я думаю, что можно и нужно. Очень хотелось бы, конечно, видеть в наших рядах побольше молодых ребят, здоровых, сильных, красивых, чтобы, я хочу сказать, лицо было не только женское, но и красивое мужское, чтобы у нас... Но женское лицо украшает, украшает судьбу мужчин. Да, безусловно. Вы, скажите, вы не пожалели ни разу, что пришли в СИН работать? Нет? Нет. Нет? Нет. Дарья Сергеевна, самое главное, за что любите свою работу? Творческая, интересная. Работа с людьми, она всегда сложная, но это важное дело и очень интересная, безусловно. Смотрите, мы говорим об УФСИН и слову творчества и интерес. Наша программа подошла к концу. Спасибо огромное за участие. быстро, да, быстро. Всего вам самого доброго, красоты вам, здоровья и чтобы ваши подопечные вставали на истинный путь. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин